Первый день весны православные христиане Ненецкого округа отметили крестным ходом в Пустозерск. Традиция была заложена еще в 2012 году. Примечательно, что в этом году зимний крестный ход совпал с последним днем Масленичной недели, прощенным воскресеньем. Вместе с прихожанами Богоявленского собора в Пустозерск отправилась и наша съемочная группа «Репортаж Ольги Русул». Более 20 километров по печуре, минуя Тельвиску и Устье, крестный ход к Пустозерску двинулся на специальной снегоходной технике. В треколах, воздушных подушках и снегоходах. От берега городище только пешком. 500 метров по глубокому снегу с хоробами и знаменами. Только истинно верующий христианин для того, чтобы совершить молебен в Пустозерске, может преодолеть такие трудности. Непогоду и огромные сугробы. Стоически переносят трудности даже маленькие паломники, которые пустили сегодня в этот путь вместе с родителями. Мы сегодня идем в крестный ход. Пустозерск, очень сложно добраться. С ним бы утопали? Нет, я чуть не утопился один раз. Я тоже чуть не утопился, но с головой мы не утопали. Епископ Наринмарский и Мизенский Яков с духовенством служат молебен. Собравшиеся молятся за всех северян, за нашу землю, за то, что святой Пустозерск не канул в лету. Место для проведения торжественного богослужения выбрано не случайно. Именно здесь раньше находилась одна из четырех церквей Пустозерска – Преображенский соборный храм. В этот день свершилось еще одно важное событие. Епископ Яков вручил высокую церковную награду прокурору Николаю Егорову. И получить награду за семь лет моих трудов очень приятно и ответственно. Мы всегда будем стоять на защите православия, тех начинаний, которые были очень давно и которые сейчас будут прозглашены в нашей Конституции Российской Федерации. На месте соборной Преображенской церкви люди молились о благопытии, возрождении и будочности русского севера – российской Арктики. Если в душе есть вера, она должна быть вера и в страну нашу, и в духовность нашего народа. Она, наверное, всех нас должна объединять. Я очень благодарен судьбе, что оказался на этом крайнем севере. Увидал его. Мне все здесь очень нравится. А уж Пустозерск. Жаль, что я не увидел его в той красе, которую он раньше видел. Я только фотографию видел и планы города Пустозерска. Храм, который здесь на этом месте стоял. И я думаю, что этот храм когда-нибудь здесь будет стоять. Владыка Яков отметил, что каждый год, несмотря на сложные погодные условия, трудный и тернистый путь к Пустозерску, Господь дает православным Нарьинмарского прихода знамение. И вот когда мы собрались и двинулись, было пасмурно. И вдруг я в окошке вижу солнце и понимаю, все будет хорошо. С Божьей помощью мы дойдем и помолимся, и будет такое же радостное преодоление трудностей и благословения Божьей и небес для всех, кто собрался здесь, смог этот совершить путь. Но и для всех, кто здесь живет, кто хранит в своих сердцах и веру православную, и любовь к родине, и любовь к своей земле, которая суровая, но такая благодатная и счастливая. Добавим, что крестный ход в городище Пустозерск совершается прихожанами Богоявленского собора дважды в год, летом и зимой.